Приближается 1 сентября. Через несколько дней школьные коридоры вновь наполнятся детскими голосами. Всего в Харциске в поход за знаниями готовы отправиться 6772 ученика. А вот готовы ли учебные заведения принять детей? Ответ на этот вопрос искали заместитель главы городминистрации по социальным вопросам Николай Бабарыка и начальник городского управления образования Людмила Быкова, который на протяжении последней недели ежедневно посещали с проверкой по нескольку школ Большого Харциска. Школы подготовлены. В основном оценка моя четверка с плюсом практически всем школам. Проблемы какие? Не хватает стройматериалов, не хватает краски. На пятой школе во время урагана 20 июля сорвало несколько листов шифера. Порядка 10-15 листов надо заменить. А так в основном школы подготовлены, все нормально. На сегодняшний день более 70% школ Большого Харциска уже полностью готовы принять 1 сентября учеников. Где-то ограничились косметическим ремонтом, а где-то пришлось делать капитальный. Как, например, в Иловайской 14-й школе, которая сильно пострадала после прошлогодних артобстрелов. Впрочем, ремонт 14-й школы до сих пор продолжается. И успеют ли его закончить к 1 сентября, пока неизвестно. В процессе проверки, сообщил Николай Бабарыка, наметилась одна общая всех школ проблема – недостаточная заполняемость классов. Дети поуезжали за пределы ДНР в Россию, в Украину, и наполняемость школ неполная. Мощности, которые позволяют школы принять, практически заполнены на 60-70%. Детки во всех школах от 20 до 70 детей идут в первые классы. Сегодня комиссия проверяла готовность 4-й школы к новому учебному году. В августе прошлого года здание было серьезно повреждено несколькими близкими разрывами кассетных боеприпасов «Ракет РСЗО «Ураган», выпущенных по городу украинскими силовиками. Ремонтные работы проходили параллельно с образовательным процессом и длились почти целый год. Без помощи родителей, учеников, а также выпускников школы прошлых лет с бедой вряд ли бы удалось справиться, утверждает директор школы Клавдия Коваленко. В прошлом году все прекрасно знают, что наша школа была обстреляна, и причем серьезно. Крыша, 47 стеклопакетов, цоколь школы был обстрелян, кабинеты повреждены. Но пришлось приложить усилия и начинать ремонт буквально с сентября месяца. Нам помог спонсор, поставил полностью стеклопакеты. Мы закупили шифер, 50 шиферин, это 70 квадратных метров самостоятельно сделали. И буквально в течение всего учебного года делали ремонт. Сегодня директора четвертой школы беспокоит одна проблема – как обеспечить осенью тепло в классах. Единственная проблема, я беспокоюсь за мини-котельную, потому что зимой там была авария на мини-котельной, порыв. Но я надеюсь, что нам помогут сделать это. В целом уровнем подготовки школ к новому учебному году, который стартует уже через неделю, руководство города осталось довольно. Очень хорошая подготовка по Зугресу. Иловайск 13-я школа готова, Харциск 4-я школа. Хотелось бы отметить, это лучшие школы. В основном все хорошо подготовились. Небольшую помощь просят от администрации, в основном строительные материалы. По мере возможности будем помогать. Проверка школ в Харциске продлится еще 2-3 дня, отметил Николай Бабарыка. Продолжение следует...